Антинаркотическая комиссия Не с пустыми руками А именно с предупреждением И родителям, и школьникам И студентам Чтобы не попасть в эту наркотическую кабалу Чем занималась в этом году комиссия И какие Конечно о результатах говорить еще рано Но если хотя бы одного Нескольких человек спасли Это уже очень много Мы уже провели завершающую Городскую комиссию В этом году огромное количество Мероприятий Проведено нашими Членами антинаркотической комиссии А также привлеченными Специалистами У нас вовлечена и отрасль Управления образования Активно силовые структуры подключены В этом году Очень активно включилась В деятельность по профилактике Наркозависимости Общественная палата Тверской области В общем у нас много Много компетентных Ну конечно я даже не говорю Антинаркотический наш диспансер Он всегда с нами И работает и со школьниками И со студентами Огромное количество встреч Бесед проведено на эту тему В этом году объехали Мы с такими беседами Все среднеспециальные учебные заведения Все вузы Частично захватили В летний период Старших детей В наших загородных лагерях Вы знаете Никогда Не бывает много профилактики Особенно в таком деле Детям нужна информация Они активно включаются Особенно если это Не заученный текст по бумажке Вы должны Вы не должны Живая беседа Когда человек компетентен И владеет материалом Огромные слова благодарности Всем специалистам Но отдельно хочу отметить Член общественной палаты Тверской области Лукьюнчука Александра Валерьевича Частого гостя Да Все высшие учебные заведения И все среднеспециальные Он лично объезжал В составе нашей рабочей группы В рамках проекта Стоп-наркотик Много было Общих вопросов Дальше после встречи Подходили сами студенты Еще частично школьники Школьную аудиторию Мы задействовали Но только частично Вот таким форматом Именно беседы Очень много личных вопросов задавали А как мне поступить А как быть вот в такой ситуации А если я увидел Что кто-то распространяет наркотики Мы предупреждали о том Что нельзя делать Да Потому что человек может быть В наркотическом опьянении Как он себя поведет И что у него там в кармане Какое оружие есть Никто не знает Поэтому Как надо вести В какой-то незнакомой компании Если вместе Отмечаете Чьё-то день рождения А иногда как правильно сказать Нет То есть Самый первый дусь Конечно Конечно А иногда могут пойти И на хитрость Соответственно Примеры приводили Очень много примеров таких И К удивлению своему Обнаруживали Что и наши педагоги Не полностью владеют Этой информацией И для них Эти встречи Были открытием А еще В одном учреждении После завершения Данного мероприятия К нам подошел педагог Причем это было Высшее учебное заведение И сказал следующее Спасибо вам большое Давно так серьезно И по-настоящему Никто с нашими детьми Не разговаривал на эту тему Да, это дорогой выставлен Понимаете Вот Поэтому Видим отклик Живой отклик И понимаем Что Нужно идти дальше Что за Печатную продукцию Я вижу Что это и листовки И плакаты Вы принесли Да Мы утвердили Три варианта У вас Один экземпляр Вот он Вот этот Да И еще у меня Памятка родителям Вот Это Разная информация И мы ее будем С периодичностью Направлять В родительские чаты С целью работы С родительской аудиторией У нас конечно Запланирована И очная встреча Но мы понимаем Что всю родительскую Общественность Мы не сможем собрать Не хватит ни времени Ни возможности Да Откровенно если говорить У нас часть родителей К сожалению Не всегда приходит По той или иной причине На родительские собрания А соответственно До них тоже нужно Достучаться Ну и соответственно Родительские чаты Они открывают все Чтобы лишний раз Посмотрели И подумали на тему Так ли мы воспитываем Своего ребенка Не в каждой семье Где внешне Она благополучная Есть хорошая ситуация Благополучная ситуация Не все заканчивается Тем что ребенок Одет Обут Всем обеспечен Хорошо учится И даже если у него Огромная занятость И кружки И секции Должен быть Контакт с ребенком Нужно интересоваться Жизнью подростка Нужно понимать С кем он дружит Какие у них увлечения Предлагать Площадку Понятную Для проведения Того или иного Мероприятия Тогда Вы будете Другом Своему Ребенку Вы будете Знать Чем он Интересуется И что сейчас Его беспокоит А если ребенок Занят Потом очень сложно Решать эту проблему Вот вы Сказали о том Что даже если он Ходит Секции Чем-то занимается Какой-то Театральный коллектив Тем не менее Жители нашего региона Должны знать Что у нас есть Альтернатива В областной столице Конечно Чем заняться Это учреждения культуры Наши дворцы культуры Это и секции Наши спортивные школы И государственные И муниципальные Сейчас очень много Активностей Появляется В наших Общеобразовательных Учреждениях Я уже не говорю О дворце Детей и молодежи Активно развиваются Наши молодежные движения Движения первых Юно-армейская То есть можно найти себе Интересное занятие Кроме того Конечно же у нас Сейчас огромная волонтерская деятельность Организована взрослыми По помощи нашим ребятам На фронте Это очень важно Поэтому наши дети Участвуют в плетении сетей В изготовлении окопных свечей Они пишут письма Вот я знаю Что у вас с собой есть Да Некоторые письма И рисунки на фронт Вы знаете Мы оригиналы уже отправили В преддверии Нового года Но я не могла Не захватить И поэтому Мы сделали Фотографию Этих рисунков Школы Детские сады Вот делают Такие Это аппликации Рисунки Вот пожалуйста Красота Представляю Как там Получить Там вот В бою Такую Такую письмо Вот пожалуйста Да Опять Вот рисунок Вы знаете Они не только Получают письма Они нам присылают Со фронта Приветы Нашим детям Передают приветы Конкретным школьникам И Нашим Дошкольникам Потому что детские сады Тоже вместе с родителями Они делают поделки Они вместе пишут Письма И все это Отправляется Для поддержки Наших солдат А когда читают Вы знаете Порой не могут Сдержать слез Хорошее дело Делаете У нас программа Подходит к концу Вот ваше Новогоднее пожелание Может быть так хочется Добра Надежды Вы знаете Конечно Конечно Очень хочется Чтобы каждая Семья была Благополучна Не формально Благополучна А действительно Чтобы в семье Царил лад Чтобы дети Понимали Взрослых А родители Жили Жизнью Ребенка И В преддверии Новогоднего праздника Я очень хочу пожелать Родителям Чтобы они Всегда гордились Своими Детьми Доверяли Им Своим детям Но в то же время Не бросали их На произвол судьбы Потому что Поверьте Очень много Сил И средств Сейчас Борется за то Чтобы сломать Нашу молодежь И мы должны Все вместе Победить Эту нечисть И в преддверии Новогоднего праздника Наши учреждения Культуры Города Твери Подготовили Новогодний подарок Поэтому Я предлагаю Всем За семейным Столом Посмотреть 30 числа В преддверии Нового года На Тверском проспекте В 19.00 Наш новогодний концерт Порадоваться За наше Подрастающее поколение И поверьте Нам есть чем Гордиться И есть что Беречь Спасибо огромное Напоминаю Что сегодня У меня в гостях Была заместитель Главы администрации Города Твери Людмила Хаменко Спасибо вам Здоровья С наступающим Новым годом И хорошего года Спасибо Ирина Всего доброго До свидания